Здравствуйте! Сегодня с вами снова Марина и мы приготовим тушёную баранину с картофелем в мультиварке. Для приготовления данного блюда нам потребуется 1,2 кг баранины, можно взять ребрышки, у меня задняя голяшка, нижняя часть её порезана на более мелкие кусочки, 1,2 кг картофеля, 1 крупная морковь, 1 крупная луковица, 3 средние дольки чеснока, у меня они мелкие, поэтому их чуть побольше. Для маринада нам также потребуется соевый соус. Баранина любит маринад, поэтому сегодня у нас будет маринад из соевого соуса и чеснока. Нарезаем чеснок, не очень мелко, но достаточно, чтобы он был виден и чувствовался. Чеснок у меня мелко порезан, баранина тоже на небольшие кусочки подготовлена. Ещё раз могу сказать, что можно использовать ребрышки, шейку. Добавляем чеснок, заливаем полстакана соевого соуса и всё хорошо перемешиваем. Мясо должно находиться в маринаде не менее часа, если баранина старая, то есть возраст барана значительный, то до 10-12 часов. То есть чем дольше будет мариноваться мясо, тем более нежное и сочное оно получится. Так хорошо всё перемешиваем и оставляем минимум на час. Пока мясо маринуется, я его накрыла пищевой плёнкой, и оно у меня находится при комнатной температуре. Разрезаем лук на 4 части и нарезаем тонкими колечками. Морковь нам необходимо тоже нарезать достаточно крупными ломтиками. То есть я морковь поделила где-то на 4-5 частей. Вот таким образом. То есть должно получиться примерно вот так, но это крупнее, чем бы вы натирали на тёрке. Осталось нам подготовить картофель. Мы его нарезаем кружочками. Примерно так должно получиться. Прошло 1,5 часа. Теперь баранину слегка обжарим. После чего поставим тушиться вместе с картофелем и остальными овощами. Итак, на дно мультиварки наливаем растительное масло. Примерно 2 столовые ложки. Выбираем режим жарка. Обжаривать мы будем мясо. Максимальная температура, которая возможна. Нажимаем ОК. Нам необходимо время, чтобы мультиварка нагрелась. То есть через 5 минут мы будем уже обжаривать кусочки мяса. Обжариваем кусочки буквально по минуте по 2 с каждой стороны. Прошло 2 минуты. Переворачиваем мясо на другую сторону. Прошла ещё минутка. Достаем. Баранину нам необходимо слегка обжарить. Так как она у нас ещё будет тушиться. И теперь в масло, где у нас обжаривалась баранина, выкладываем картофель. Где-то 1 треть от общего объёма. Слегка присыпаем солью. Треть моркови добавляем. Треть лука. И выкладываем слой баранины. Снова картофель. Картофель выкладываем весь, чтобы он полностью закрыл всю баранину. На картофель выкладываем чеснок без соевого соуса. То есть просто я выловила из маринада оставшегося. Дальше оставшаяся морковь. Остатки лука. Необходимо посолить. Неполная чайная ложка. И выкладываем остатки баранины. Дальше берём стакан горячей воды. Размешиваем в нём чайную ложку соли. И горячей водой заливаем баранину с картофелем. Закрываем крышку. Выбираем программу. Режим тушения. Готовить мы будем на режиме тушения мяса 2 часа. Ок. Как мы видим, мультиварка начала свою работу. На дисплее отображается оставшееся время до окончания программы. А также сама программа тушения вид продукта мяса. Прошло 2 часа. Посмотрим, что у нас получилось. Вот она, баранина с картофелем, морковью, луком. Мясо мягенькое. Свежую зелень я кладу порционно в тарелки. Насколько хорошо приготовилось мясо, мы можем судить по отделению мяса от костей. Сверху украсим зеленью. У меня укроп и петрушка. По желанию можно добавить кинзу. Если вам понравился рецепт, не забывайте ставить лайк. Приятного аппетита! И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok